Всем привет! Сегодня у нас опять новости бомбардологии, т.е. пушковедения, и в студии, наверное, один из ведущих мировых бомбардологов, т.е. пушковедов, кандидат исторических наук Алексей Николаевич Лобин. Алексей, привет! Приветствую! Так, о чём сегодня? У нас по плану были мифы русской артиллерии? Да, мифы о русской артиллерии. Естественно, о. Продолжим предыдущую беседу. О мифах русской артиллерии поговорим потом. Да, продолжим, пожалуй. Итак, мы говорили о том на предыдущей передаче, как сложно изучать артиллерию, потому как документов 16-17 века не так много осталось. А что-то не понравилось, как их на картон переработали. Ещё хуже там были истории. Николай Ефимович Бранденбург в своих письмах жаловался, что неправильно хранят, свалено где попало, гниют, бумага матерчатая, с мышами не борются, этот столб от мыши сгнил, от мышиной мочи сгнил, изъеден столбец, кошмар. Дело в том, что вот есть такая порочная практика среди современных исследователей – изучать артиллерию только по сохранившимся памятникам. То есть, не так же много. Их, во-первых, не так много. Дело в том, что в музейных собраниях осталось не более десятка орудий, допустим, от XVI века. Имеется бронзовых, подписанных, датированных орудий XVI века и времён Ивана Грозного, их осталось не более десятка. Из пар-тройку тысяч существовавших на то время… Выборка какая-то убогая. Выборка минимальная, да. С учётом того, что Пётр первое в своё время для достопамятного зала велел отбирать достопамятное орудие, как написано в приказе, и курьёзное орудие – где шанс, что это не курьёзное орудие, как исследовать. Получается, выборка мала, и получается некая халтура, когда человек, изучающий артиллерию, приходит, просто опишет эти материальные памятники и скажет – да, вот такой артиллерии Иван Грозный, допустим, воевал. Ну на статью хватит этого. На статью хватит, но всё равно типологии фактически по документам нет, т.е. человек просто сам измышляет, что это орудие большое, проломное, это вот такая полковая, это осадная, это крепостная, и от этого начинают отталкиваться, и получается куча ошибок. Так вот, как выявить типологию орудий 16-17 веков? Нам помогают описи, описи и переписи русской артиллерии, сделанные во второй половине 17-го столетия. Пушкарские головы в городах, крепостях переписывали артиллерию, какой меры пищаль, сколько наршинов, какой у неё калибр, сколько гривенок ядром стреляет, т.е. характерные надписи, узоры, даже трауми Рацконфарина, к примеру, или изображён аспит. Т.е. какие-то детали, конструктивные особенности они подчёркивали. Благодаря сохранившимся описям, самая такая ценная – это опись 1695 года «Орудие в Москве», она сохранилась в фрагментах и в копиях. Благодаря этой описи можно, кстати говоря, очень много прояснить из-за того, что было потеряно, что было отправлено на своё время в переплавку. Помимо этого, есть ещё уникальный источник – это рисунки якобы Феллота, этого шведа, который зарисовал трофейные орудия, которые шведы захватывали. Зарисовал огромное количество, несколько десятков стволов, которые не дошли до наших дней. И вот сопоставив все эти орудия… Есть ещё переписи крепостных орудий, но они достаточно короткие. Пищаль полковая – 3 гривенки ядром, к примеру, всё. Т.е. там Пищальская острелина – столько-то. А гривенка – это сколько, поясни? Гривенка – это 409,2 грамма, это торговый фунт, принятый в XVII веке, ну и калибр искали из соотношения к весу ядра. Помимо этого, встречается несколько таких непонятных терминов, которые приходится расшифровывать, сопоставлять описи. К примеру, мы сейчас над этим и займёмся, такими загадками. Вообще формулировки документов XVII века – они вообще прекрасны, которые бывают просто замечательные, к примеру, пушечный мастер Елисей кует – пушки кожаные куёт водою, т.е. кует – куёт водою кожаные пушки. Т.е. человеку неподготовленному сложно понять, что это, как это. Елисей кует – это Юлис Коя, шведский мастер, вернее, он сам из Голландии, работал в Швеции, был приглашён в 1630-х годах в Россию и делал русскую артиллерию по шведскому образцу, и в том числе знаменитые кожаные пушки, т.е. тонкостенный стол, обитый кожами, верёвками, специально пропитанными, получилось лёгкое орудие, которое может стрелять дробом. Куёт водою. Что это? Как это? Как дело – осаживает кожу водой в размоченном виде? Не совсем в 1623 году на пущенном дворе был установлен водяной молот. А для кожи-то он зачем? Ковал стволы из железа. Это точно известно? Да, да, это потом расшифровывается, что ковал водой на молоте, потому что там потом… А, там сказано потом? Это в другом документе, если их соотносишь, он ковал водой. Я, честно говоря, подумал, что раз к коже это относится, я эту фразу слышал, читал сам, мне всё время казалось, что это именно размачивание кожи и потом осаживание её на форме. Нет. То жить можно сказать, что куё-то? В этом случае нет, вот в этом случае именно каковал стволы для кожных пушек водяным молотом. Вообще у оружейников такие фразы встречаются, если брать, допустим, у коллег, у оружейников фраза бывает, допустим, куячный мастер Конан Михайлов, там, куяки куёт добре, и его ученики куячному делу навычны. То есть, смешные фразы, которые, да, понятны только для специалистов. Ну, куяк – это бригандина, то, что называется в Западной Европе, когда снаружи кожа или ткань, которая изнутри подбита металлическими пластинами. Ну, вот, что касается артиллерии, то… Слушай, а про кожаную пушку помнишь, был такой фильм «16-12» – «12 минут 5-го», там была потрясающая кожаная пушка… Сделана просто из кожи, из кожи, из суперяга. Которые стреляли к Ниппелям. Да, к Ниппелям. 19 века, кстати. Да-да-да, я долго смеялся, тяжёлый случай, ну что поделать. Слышал звон, но не знает, где он, характерный случай. Да. Так вот, если вернуться к типологии, появляется достаточно количество непонятных терминов, которые надо расшифровывать. Ну вот, к примеру, мы можем заняться, к примеру, некоторыми загадками. Какая там шутиха на козявке с претинами. Ишь ты. В описи города Тарапцак, к примеру, там три шутихи на козявке с претинами. Что это такое? Шутиха на козявке. Ну, коза – это так называли один из видов пушечного станка – тренога. Козявка, наверное, производна от козы. Что делается? Поднимаешь другие описи Тарапца, не 1130-х, допустим, от середины XVII века, и там расшифровано. Там шутиха, а в шутихе по три стволы, т.е. многостволка уже. Шутиха – значит многоствольное орудие с претинами. Претин – это упор. Т.е. Это нечто вроде немецкого «хакенбуш», что-то называется. Да. Они тоже бывали на треногах? Да. Только многоствольное, из трёх стволов. Или вот к нашему предыдущему разговору о Юлите Коите – пищали скорострельные меховые. Это тоже кожаная пищаль, только обтянута не кожей, а кожей с мехом. Красиво, слушай так. Красиво, пушистая. Соболья пищаль. Да. Она встречается в общих Переславле-Залезсков в 1646 году. Или пушка железная заварная. Заварная, понятно. Да. Кованая. Или заварная золочёная. А долго их, кстати, делали, эти кованые пушки? Их делали вплоть до Петровских времён. Но совершенно для другой цели – для посольских встреч. Для посольских встреч делались вот такие заварные пищали, инкрустировались с серебром или золотом и выставлялись на торжественных смотрах. Послы въезжали, смотрели – ого, вот это русские, они даже артиллерию инкрустируют. Золотят. То есть, есть описание Эрика Панквиста, Адольфа Лизека, которые видели эти орудия, их описывали. Ну, описывали, конечно, фантастически. Лизик упомянул какие-то трепушки змеиные серебряные. Серебряные, конечно. Слушай, а вот помнишь, может быть, если доводилось бывать и смотреть коллекцию государственного ордена Ленина императорского… чуть не сказал императорского Красного Знамени, трудового Красного Знамени императорского Эрмитажа, там у нас есть пятизарядная пищаль стальная из Соловков с последовательным заряжанием в один ствол. Она стальная. Да, с какого времени? Это 17 век? Скорее всего, вторая половина 17 века, потому что по описи Соловков 1660-х годов я такой не помню, т.е. есть подробная опись. Скорее всего, сделано. Соловки, они вообще у нас три богатые, они приобретали, у них были ещё и аглицкие пищали завезённые, железные, завезённые из Британии, чугунные были, т.е. имели возможность покупать, и вот в осаде Соловков, когда русские воеводы осаждали старобрядцев, вот это очень старобрядцам помогло. Ну ещё бы, столько пушек. Там один монах ходил по стенам, крапил святой водой и говорил «Матушки мои, голаночки, помогите!» Голаночки – это голландские пищали, да, голландские пушки, так что… Вот это очень… была замечательная пищаль, я с ней пока работал, бегал с ней в обнимку, она весит, наверное, как два по ТРД, очень тяжёлая, против танкового ружья Дегтярёва. Там длиннющий ствол, который разбит на 5 секций такими квадратными троидровидными утолщениями, каждый из которых запирается вдвижным клином. Соответственно, стреляешь из первой части, выдвигаешь клин, который совпадает отверстием со стволом, стреляешь и следующего, и так 5 раз подряд можно бабахнуть, а у остальных я не знаю, кто делал, там ни клеем, ничего нет. Но такие органы или органки, да, органки, конечно, существовали, они упоминаются среди крепостного вооружения – это же 40-я пищаль, вот как раз о терминах 40-я пищаль – это тоже именно… Я думал, это многоствольная 40-я, типа 40 стволов, как даст. Нет, не обязательно 40-я, она и трёхствольная тоже, т.е. это шутихья, сороковые, органы, органки – это вот всё многоствольное орудие совершенно разных конструкций. Так вот, о заварных пищалях злочёных, в 1692 году в каждый московский полк из Пушкарского приказа были доставлены по три пушки железных заварных злочёных, а после посольской встречи эти пушки принятия из тех полков Пушкарский приказ по-прежнему, т.е. для встреч. И вот, кстати говоря, отмечу, что в связи с тем, что работы партиллерии-то нет, а надо как тему развивать, вот в последнем выпуске «Милхист.Инфо» нашего электронного журнала, я вот являюсь соответственным составителем и редактором специального выпуска как раз посвящённого артиллерии, и там есть как раз и про вот эти злочёные пищали, там по 16-17 веку 8 статьи уже набралось, уже они выложены, 3 статьи уже по Петровскому времени, планируем до XIX века сделать сборник такой по артиллерии непосредственно. До Крымской войны или раньше, до наполеоновских? Да вот как получится, может быть, до наполеоновских материал пока и есть, там посмотрим, хватит ли сил вообще, это ж так… Затягивают. Это надо время, возможности. Не всегда бывает время, возможности, тем более это так просто альтруистически… Чтобы пошло в массы, можно дать ссылку под роликом. Дадим. Хорошо. Хорошо. И продолжим наши артиллерийские загадки. Пищаль верёвчатая, что такое верёвчатая? Я, как некоторым образом артеолог, сразу представляю себе керамику с верёвчатым орнаментом. Это практически то же самое – это пищаль, у которой ствол отлит в виде каната такой, завитой, такие же бы чешуйчатые, т.е. чешуя покрыт ствол орнаментом, шиповые и грановитые, т.е. с гранями, шиповые, понятно, в шипах. Пищаль хвостушек, к примеру, что такое? Ну да, тут обычно орудие старенькое, даже для XVII века, кованое, железное, из века XV, с этим хвостом. Ну это рычаг для управления стволом. Бывают интересные формулировки, допустим, соколка на собаке. Это, видимо, какое-то украшение имеется в виду, которое на столе? Нет, соколка – это маленький фальконет, фальконет – фальк, сокол. А собака – это вид тоже станка такой, непонятно какой конструкции. На собаке, на собачке, коза, козявка, рассошка – типов вот этих станков достаточно, количество – на санях, на санях, в станку на колёсах, в станку без колёс, много всяких терминов, или бывают такие орудия в описи – полувторая фенкалет. Фальконет – полувторая, значит, калибром полтора фунта. Полувторая – это по метрологии того времени – это полтора фунта. Ну и, помимо этого, боеприпасы, огромное количество разных видов боеприпасов, там какие-то ядра светлые, т.е. Свинцовые, наверное. Светлые для… нет, осветительные. Для вот цвета светлого. Осветительные, ядра смрадные, понятно… Вонючие. …химическое оружие, да, обычно для мортир. Ядро проламывало крышу. Принималось вонять. Да, проламывало перекрытие, начиналось вонять, да. А с чем начиняли? Мерзвичиной всякой? Да, значит, есть несколько рецептов изготовления, я видел в отделе рукописи РНБ они имеются, в книге о предуготовлении вещей к войне надобных, 1680-х годов, там есть такие смрадные ядра, описание их, они готовились гной свиной, гной лошадей, всякая вот эта непотребщина, а вот в Киеве инженер Николай фон Залин в 1670-х годах готовил смрадные ядра, правда они называются ядра душистые. Душистые. Ещё лучше. Там начинка, по-моему, из нескольких десятков компонентов, и такие латинские названия, которые гуманитарию сложно расшифровать, там асофатуда какая-то, понятно, канифоль и так далее, но термины совершенно непонятны для современного человека, там надо с химиком расшифровывать. Или с фармакологом, они знают обычно такие штуки. Да-да-да, во-первых, это транскрипция иногда неправильна с латыни, и надо выяснять, что это такое. В общем, особо забористое что-то такое. Да-да-да, забористое, но без всякого гноя, там одна химия, ну и там гранаты всякие, гранаты на прутьях, на чепях, т.е. на цепях, гранаты там средние, что ногами пихают – это такие гранаты, которые скатывались с валов. А, я думал, в пушку заряжали ногой. Не-не-не. Взял мортиру, положил ядро и прибил ногой слегка. А также мудрые и прыткие пидарды, прямо через «Д» так написано. Пидарды, ну понятно, прыткие – это понятно, что они прыгают при… Да, мудрые, особо хитрые, особо хитрые какого-то состава пидарды – петарды. Либо мина, либо воротные петарды, сделанные из такого стакана, который… Кумулятивный стакан. Да, кумулятивный стакан с зарядом, либо с петлями, либо с крюками. Если ворота металлические, то крюками кого к воротам прикреплялся, поджигался, и ворота вышибались. Либо, если деревянные, дубовые, там с петлями прибивались, поджигали, убегали, разрывало ворота. Ну, очень много таких ухищрений интересных. К сожалению, мы ещё не знаем, как проходил процесс присвоения тех или иных имён для крупных орудий. Я напомню, что в основном крупные орудия имели имена собственные. И в описях упоминается большое количество всяких орудий, начиная от Аспида до Ящерицы. Я уже, говорю, 20 лет собираю в свой такой словарик эти термины. Что это за орудие, допустим, «Оспит» – печаль такая-то, тогда ты весила столько-то, принимал участие в таких-то боевых действиях, и дальнейшая судьба, к примеру. Небольшую такую статистику приведу. Итак, какие орудийные названия были популярны у российских государей, начиная от Ивана Грозного и заканчивая уже Петром. На первом месте, конечно же, название «Птиц». Любили наши государя «Птиц», очень много из отряда ястребимых соколиных. С чем охотились. Да, чем охотились. И вот там идут «Орёл», «Дермлик», «Кречет», «Ястробец», «Кобец», «Чеглик», «Сокол», «Сокол свертной» и т.д. – это в основном все осадные орудия. «Скворец», «Соловей», «Соловей московский», «Лебедь», «Попугай», «Павлин», «Неясыть» и другие. Ну, в принципе, большинство из них – это тяжелое осадное орудие, калибром до 100 фунтов. Вот пищаль «Орёл» во времена Грозного – самая крупная пищаль стреляла 100-фунтовыми, т.е. там… 32… Нет, 40… 45 килограммов, 45 с небольшим ударом. Т.е. орудия. Кто хочет посмотреть, может прийти в артиллерийский музей и поглядеть на пищаль «Инрок», нет, она 68 фунтов всего. Можно представить – 68, а там 100 фунтов, что это была за пищаль. Это вот те самые пищали, которые прозреливали Полоцк насквозь. Да, прошибали одну стену… И ударялись противоположную. Пролетали через замок и ударялись в противоположную стену. На втором месте имена животных или про прочие представители фауны – барс, барсук, вепрь, волк, кошка, лев, очень много львов, кстати говоря, лев слободской, левик, львово-голова, львица, собака, лисица, медведь и анагр. Енота нет? Нет, нет. Плохо. Очень много также мифических животных. Здесь надо работать с бестиарием, чтобы узнать, что это орудие. Только что единорогу упоминали. Да-да-да. Змей свертной, змей летячий, змей Яревский, Керский, Таврас, Палкан, Скоропея, Птик, Сирин, Трей, Аспида. Ну, к примеру. Третье место занимает пищали, имена которых присвоены по их форме – горновитые, гладкие, желобчатые, пищаль-свиток. Опять-таки, в Артиллерийском музее можете посмотреть 40-фунтовый ствол этого свитка в 1590 году, отлитым. Царь, юнак, егуб. А свиток-то почему? А свиток – у него половина ствола вот так вот завито, да. Не потому что свиток именно рукопись, а завит ствол. А желобчатые стали разделаны кадилюрами, т.е. желобкообразными влажениями. Да, желобками. Есть орудия, которые названы по имени мастера – это Богдан, Воин, Тимофей, Александр, Кашевар, Кашпир, Коваль, Ничай, Пётр, Торбей, Шарова или Яковлева, Пищаль. Ну, и мифические герои занимают последнее место, но зато какие-то красавцы, они практически все сохранились и имеются в собрании как арт-музей, так и Московского Кремля. Это царь Эхелес, Троил, Перс, Новый Перс – это прекрасное орудие совершенно. Также остальные орудия можно отнести к разряду прочее – это брилы, девка, девица, стрела, красная, молодец, муж, мужик, вор, острая панна. Помню, в ландскирских войсках в Германии в 16 веке было модное название для пушки «меткая шлюха». Острая – это шарфмецца, да? Шарфмецца – это острая девка или крутая девка, т.е. такой солдатский юмор присваивал мощным орудием имя такой девицы лёгкого поведения. С пониженной социальной ответственностью. Да, с пониженной, да, прошу не выражаться. Ну а поскольку немецкий мастерат, тот же Кашпирганус, работал на пушеном дворе, он отлил шарфмецца и назвал её «острая панна», ну в переводе «острая девка» – «острая панна». Там, кстати говоря, грехопадение отображено, там были изображены по полудевице с хоботами змеиными, т.е. с хвостами змеиными, т.е. такой «острая панна». С юмарком. Да, с юмар-самарком наши подходили к названиям орудий. Ну вот, собственно, много удалось узнать про эти орудия, какого они калибра, где хранились, в каких походах участвовали и их дальнейшую судьбу. Ну и перейдём уже непосредственно к мифам артиллерии, которые были порождены тем, что артиллерия слабо изучена у нас. И, как правило, таким камнем преткновения является Петровское время, т.е. есть артиллерия до Петровского времени, а есть артиллерия, которая уже пошла с Петра. Считается, что она самая регулярная. Да, что считается, что только с Петра артиллерия уже стала на европейский уровень, приобрела единообразие. Я ни в коей мере не занижаю заслуги Петра в области артиллерии. Но дело в том, что многое, что было создано до Петра, некоторые следователи присваивают Петру. Ну и из-за таких стереотипов, что всё до Петровской преподается как нечто несовершенное, почти не связано с русской регулярной армией, вот этот стереотип, конечно, надо бы разрушить. Говорят, что, допустим, только с Петра русская артиллерия стала делиться на осадную крепостную полковую полевую, но надо отметить, что такое деление было и раньше, только именовалось иначе. Артиллерия называлась «нарядом», огнестрельный наряд – удивительный термин, он одновременно может означать и подготовку, и сбор, и даже нательное одеяние… Порядок. Порядок, и в то же время артиллерию. Какой объемлющий термин – наряд. Так вот, наряд был такой же осадный, городовой, полковой и наряд у разрядного шатрата, т.е. полевой. Иногда он называется «наряд походный и полевой». Термин «артиллерия» вообще появился не в Петровское время, он появился в делопроизводственных документах где-то с 1670-х годов. В описях есть там росписи, образцовые артиллерийским пушкам, но и артиллерия сама уже стала именоваться как «артиглерия». Т.е. принесённый термин, но вёл его, конечно же, не Пётр. При папе про его всё. Да, при папе. А папа-то был вообще достаточно образованный в военном деле человек. Считается, что Пётр имел диплом артиллериста, от бранденбургского полковника получил диплом, разбирался в артиллерии, но его папа также разбирался в артиллерии. Есть опись книг, которые были доставлены для обучения царевича Алексея. Там 29 именований, в том числе книги огнестрельные, книги пушечные, книги о пушечных дворах и т.д. И по мере взросления Алексей Михайлович, наш тишайший царь, получил образование, его обучали мастера. На пушечном дворе по велению Алексея Михайловича было сделано государево место, с которым он наблюдал за отливкой пушек. И, кроме того, наш Алексей Михайлович рисовал чертежи бомбам, гранатам и орудием. В свободное от работы время – хобби такое. Да. Когда датское посольство в 1658 году прибыло в Москву, секретарь этого посольства оставил записи. Вот приходил к датчанам датский полковник на русской службе Николас Бауман, и они беседовали, и Бауман рассказывал, что в России он сам только что приехал из Европы, только нанялся, ему дали карт-бланш, он стал сразу полковником, ему дали место для строительства гранатного двора – это такая артиллерийская лаборатория. Все возможности у него были для того, чтобы чертить. Он приносил царю, как он рассказывал секретарю датского посольства, чертежи орудий, и Алексей Михайлович с ним тоже советовался и показывал ему свои чертежи орудий, как пишет секретарь датского посольства, для передвижения которых можно было использовать только одну лошадь. Какие-то лёгкие пушки. Лёгкие пушки, и в приказе Тайных дел, великого государя Тайных дел, сохранились чертежи, и описание этих чертежей, возможно, руку к ним как раз приложил наш царь Алексей Михайлович, который потом, собственно, может быть, и заразил своего сына артиллерийским делом. Ну, как раз только хотел выкликнуть, что неудивительно, при таком папе такой милитаризированный сынок получился. Ну и если взять воспоминания иностранцев X-XVII веков, пожалуй, ни в одном из воспоминаний невозможно найти негативные какие-то отзывы о русской артиллерии. Как правило, это все. Достаточно взять опять-таки упомянутый мной и в предыдущей передаче, и сегодня отчёт шведа-инженера, инженер-капитана Эрика Панквиста 1674 года. Он подробно зарисовал, это был шпионский отчёт для Карла XI, где он описывал, в том числе и состояние русской артиллерии. Также восторженный отзывы, зарисовал несколько русских орудий, которые он видел, которые используются только у русских, у нас шведов не используются, так что там отзывы очень, весьма, весьма. Самый распространённый миф о введении единообразия в артиллерии только с Петра. Одни исследователи пишут о том, что калибры артиллерийских орудий отличались крайним разнообразием до Петра, что артиллерия со множеством орудий разного калибра, при сложной, плохо устроенной марциальной части, при отсутствии технических знаний, ослужил в тягость полкам и так далее. Ну, надо отметить, что единообразное литьё было уже освоено ещё во времена Ивана Грозного, когда отливали эти полуторные пищали, полуторные – это потому, что полтора десятка пядей они были в длину калибром в 6 фунтов. Единообразное литьё полковой артиллерии было также и при других государях, и при Михаиле Фёдоровиче, и тем более при Алексее Михайловиче. Именно при Алексее Михайловиче начинают отливаться длинные полковые орудия калибром в 2 фунта длиной в 3 аршины 7 вершков. Их было отлито где-то за 40 лет порядка около 800 штук. Т.е. это был основной калибр полевой артиллерии, получается, при такой численности. Да. Образцы этих орудий есть и в артиллерийском музее, есть и в Геме в артиллерийском дворике, есть и в Московском Кремле. Орудий было отлито достаточное количество, и артиллерии насыщались, даже, я бы сказал, перенасыщались полки. Стрелецкие полки имели по одной такой пищали на сотню. Т.е. если у них там прибор был пять сотен, то пять пищалей. Пять пищалей. В тысячу человек были такие московские полки, да, они 10 орудий. А вот выборные полки… А выборные полки… Они что, там вообще были сумасшедших численностей по 4000 человек? Да-да-да. У них там был немножко другой тип орудий, там вообще казнозарядные были орудия, к ним как раз, наверное, сделанные по чертежам Николаса Баумана, казнозарядные орудия, к ним там полагались паённые жестяные трубные картузы, т.е. уже готовый заряд фактически. Орудий у них было очень много обычные, солдатские полки, где-то одно орудие на роту на 200 человек. Конечно, да, это всё служило в тягость полкам именно в смысле передвижения, но мы вспомним, какие войны вела Россия, против какой кавалерии в частности, поэтому перенасыщение как артиллерии, так и карманной артиллерии, т.е. гранатами. С 60-х годов столько гранат было отпущено ручных в полки, там по 4-5-6 сотен на полк, вот полки были просто перенасыщены артиллерией. Ну, как мне кажется, это всё было связано с постоянной необходимостью вести бой из какого-то полевого укрепления наподобие гуляя города или какого-то засеки, чтобы держать, например, крымскую или ногайскую конницу на дистанции, потому что, оказавшись на дистанции эффективного выстрела из лука, ну просто в силу того, что луков у них было много, стреляли они из них хорошо, они могли просто закидать стрелами полок, потому что ружьё стреляет медленно, а пушка стреляет очень сильно дальше и очень сильно точнее, т.е. можно было, как я полагаю, просто всю эту конницу на очень большой дистанции удерживать из пушек. Но для борьбы с турками и татарами была своя конница, были свои ритарские полки, были копейные полки или копейные шквадроны, драгуны, драгуны, конечно, пехоты, ездящие на конях, было своё противоядие, что, собственно, полки продемонстрировали во время сражения за Чигирин войны в 1776-1777 годах. Ну, не будем пока о полках новоустроен, это отдельная история, можно заблудиться. Остановимся на том, что русская артиллерия XVII века была вполне на европейском уровне – как осадная, так и полковая. Ну, а вообще, если касаться разнообразия, то определённо к этому приложил руку сам царь Пётр. Дело в том, что в конце 90-х годов Пётр приглашал в Россию много мастеров – как французов, так и шведов, так и других, так и имперцев. Смотрел, кто лучше сделает? Наверное, и поэтому Пушечный двор выпускает наряду с обычными полковыми орудиями пушки с длиной ствола в 10 вершков, в 1 аршин – 13 вершков, в 2 аршина весом от 3,5 до 20 пудов, от таких дробовиков до длинных орудий. Трёхфунтовые орудия разной длины – от 2 аршин до 3 аршин, весом от 10 до 19 пудов, 5,6-фунтовые, 18, 26, 28-фунтовые – очень много дел в том, что в одном амбаре литейном лил Варфламей Лавалет француз, в другом Филипп Шпекла, где-то там крейдер, они лили орудия по своим чертежам, и, собственно, очень много таких многообразных орудий они отливали. И можно сравнить с теми же 1660-70-ми годами, какие орудия там отливали. Единообразие в пользу Алексея Михайловича, если сравнить эти десяток лет 90-х годов и времён Алексея Михайловича. Ну и подходим мы, наконец, к Нарве, к нарвской конфузии, которая, по словам некоторых историков, продемонстрировала вообще неэффективность прежней русской артиллерии. Можно разобраться, какую артиллерию собрали под нарву. Всего 173 орудия. Давайте посмотрим, среди осадной артиллерии были такие ветераны, как пищали «Медведь» и «Лев», который отлит Андреем Чёховым аж в 1590-х годах. 16 век вообще. Да, но это ещё, как говорится, не самые старые орудия. Были орудия, отлитые «Мастером Богданом» в 1560-70-х годах. То есть вообще Ивана Грозного. Да. Ну, это ещё не предел. Были европейские старые орудия 1530-х годов. То есть вообще Карла Пятого. Да. Непонятным образом, которые оказались в Пскове и Новгороде, их потом достали под норву. Отняли у кого-нибудь, у Ливонцев, я полагаю. Либо же покупали, наверное. А может быть, и отняли, да. Самыми современными, одними из самых современных были 16 голландских осадных пищали в 1630-х годах. Там около 70 лет ещё ничего. Новые орудия были отлиты Логином Жихревым и Мартианом Осиповым в конце 17 века, но их единицы, как правило. То есть основной парк – это антиквариат. А почему под Нарвой оказался антиквариат, где артиллерию, которую создавал, допустим, отец Алексей Михайлович или Фёдор Алексеевич? Да и вот сам найдёт он сколько уже всякого. Ну, дело в том, что желая захватить Нарву, Пётр отбирал, разослал указы об отборе орудий из крепостей Северо-Запада, из Новгорода и Пскова в основном. Т.е. крепостные артиллерии, а крепостные арсеналы представляли собой музеи, в которых скапливался этот антиквариат годами и иногда веками. Отобрав вот эти орудия, он их потянул к Нарой. Были ли орудия более современные тогда в России? Конечно, были. Там есть опись, что хранилось в пушенном амбаре у иконного ряда, там 83 больших и голландских пищаль новых, которые были закуплены в 1600-60-х годах калибром до 50 фунтов. Серьёзно? Вот. Ну и так, и можно в ряде следований встретить недумение историков по поводу того, что артиллерия там была разнокалиберная, что часто ядра не подходили к орудиям, некоторое орудие разрывало – ну так правильно, а как эти орудия были собраны, т.е. кто отобрал полный антиквариат, т.е. кто несёт ответственность за утрату музейного имущества? Списывать-то на кого будем? Да, списывать на кого будем, и что это такое поражение катастрофическое для русской артиллерии? Это поражение, скорее всего, катастрофическое для бомбардологии, потому что мы эти орудия… Утратили. Утратили, шведы их перелили потом. Но успели зарисовать. Вот благодаря тому, что они зарисовали, можем весь этот артиллерийский парк с надписями, что было изображён на каждом орудии, представить – 173 орудия. Всё равно жалко. Жалко, но… А может быть, при Петрея, может быть, и в последующие годы они бы тоже были утрачены у нас в России. Так вот, после Нарвы, как говорят, была создана новая артиллерия, только за два первых года отлито 268 или 269 орудий новых, и говорят, что из колоколов, но про колокольный миф мы на прошлой передаче говорили, да, что из 90 тысяч пудов колокольной меди пошло порядка 7600 пудов там. А остальное-то куда дели? Остальное… Подали. Когда их аккумулировал пушечный двор, часть колоколов разбивали, а потом казалось, что их куда-то в колокольный литёжу потом пустили, часть колоколов рассылали обратно потом. Не пригодилось. Не пригодилось. Ну и вот, но основная часть бронзы, конечно же, была взята из переливки старых орудий – порядка 18 тысяч пудов, а бронзы была взята именно из старых орудий – из павлинов, из кашпировых пушек и т.д. И говорят, что новая артиллерия, которую создал Пётр в начале XVIII века после Нарвы, эта артиллерия была на порядок лучше, чем до Петровской. Видите ли, под Нарвой была такая артиллерия, которая непонятно как бомбардировала, а тут создали новую артиллерию, – это тоже некий миф, потому что Петровская артиллерия, конечно же, занимает свою нишу как одна из таких лучших артиллерий Европы, но не с начала XVIII века, а гораздо позже. Позже Нарвы? Гораздо позже Нарвы, уже ближе к Полтаве, потому что до 1706 года русские войска использовали в качестве полковой артиллерии, о боже, орудия длиной в три аршина 7 вершков, полковые те самые, и шведы же фиксировали при поражении русских до 1706 года, захваченные орудия, они фиксировали, я смотрю, это наши любимые длинные времён Алексея Михайловича полковые орудия, а где же Петровская артиллерия новая? Хранил в резерве? Дело в том, что… нет, часть, конечно, использовалась, но давайте посмотрим на ход литья. Как известно, Пётр после поражения под Нарвой торопил надзирателя над артиллерией Андрея Винуса, он писал ему «поспешайте артиллерии, артиллерию отпускать в линии мешков». Ну и в результате такой спешки множество орудий отливались браком и были негодны к стрельбе, Пётр первый обзывал эти орудия ахульными и криворотами. Ну понятно, сердечник сбился, она стала такая криворотая, с кривым жерлом. Сердечник – это имеется в виду сердечник литейной формы. Да. Так вот, во вседневной книге Пушкарского приказа и приказа артиллерии как раз начала XVIII века, такие факты отмечены, их достаточно много, от 11 марта 1701 года. Было пушечное литьёк, к тому литью поставлены были три образца ядром 18 фунтов до образец 24-фунтовый, из того дела вылета одна пушка 18 гривенок ядром, а из двух образцов 18 до 24-фунтового сердечники медью выбило вверх, а в четвёртый образец 18-фунтовый пищали не пущали, меди не пущали, опасаясь такого же повреждения. 28 марта тот же Виниус в письме Петру писал о том, что «отдано в сверло 8 штук пищалей, а остальные 18-фунтовые учну лить с 1 апреля, а потом и прочие пойдут». Уже к 29 апреля отлито 32 пушки, а 25 мая изготовлено 12 2-фунтовых и 8 18-фунтовых орудий. На следующий день Виниус уже указывала вылета, государь, всех больше 110 пушек, только в них упал за неискусством мастеров будет, упал – потеря металла в процессе лифки, т.е. браком, практически у всех орудий был какой-либо брак. Если сложим все орудия, которые отлиты с 28 марта по 25 мая, то как раз получим эти 110 пушек. И причина неискусства мастеров заключалась, знаешь, в чём? Ну-ка. Безудержим пьянств и мастеров. Надзиратель артиллерии неоднократно указывал, что в деле артиллерии – писал он царю Петру – «много трудностей, пущая остановка, государь, от пьянства мастеровых, которых ни ласку и ни битьём от той страсти отучить невозможно». В другом месте он пишет, что «а боли от пьянства мастеров, которые ничем исправить невозможно». Мартьяша – это Мартьян Осипов, известный пущенный мастер ещё во времена Алексея Михайловича, с 1640-х годов отливал орудия, он и в Петровское время работал. Так вот, Мартьяша прежде указа уже отставил, велел исправить Семёна Леонтьеву, на которого и боли других надежды. То есть, оба бухали. Да, а потом пишет «а прочие хоть как не бью пьяни, а притч одного Семёна Леонтьева». Вот во вседневной книге «Приказ артиллерии» этот момент неоднократно отмечен, и вот 20 мая мастеру Алогину Жихреву за пьянство, что он на пущенный двор поздно ходил и пущенное литьё зато останавливается, учинено наказание, бит батаги. Ну и пишет, что 25 мая там отпущено столько-то орудий, но остановка учинилась от недостатка мастеров пущенного литья, добрых явилось, один немчин да русский, а прочие кредр несовершенен, из шести пушек его литья нельзя стрелять, другие два весьма спились, и никакого наказания не опасны. Вот для меня всегда загадка – откуда такое безудержное пьянство пущенных мастеров появилось в начале XVIII века? Я не один десяток столбцов посмотрел XVII века, о пьянстве мастеров вообще нету слов, работали известные литейщики… Да, и пили по домам. Там им в времена праздников давалось ведро вина, либо медовухи по праздникам, церковным праздникам, но чтобы там какая-то была челобитна о том, что там кто-то спился – не было, и тут появляется как раз почему-то вот, очевидно, не знаю, стали спаивать мастеров, госдеп, небось, какой-нибудь. Шведы поди, подсылали агентов со шкаликами. Хотя работа-то была стрессовая, но в XVII веке самая стрессовая, конечно, не у пущенных литейщиков была, а у гранатчиков. Ну ещё оба, работа с порохом. Гранатчики – это не те, которые метали гранат, а те, которые приготавливали с огненной смеси на гранатном дворе, и гранатные мастера, которые испытывали орудие. Вот, кстати говоря, к разговору о ранениях, тогда, допустим, пушкарский глава Иван Страмилов испытывал орудие, и посмотри по сказке аптекарской палаты Костоправы Ивана Максимова после разрыва орудия. У Ивана Страмилова левые руки вышибены из сустава, а запястье расшибено, и живот отшибён, и около живота опухло гораздо, и ртом руда шла, до левой бедра свертлуга сшибена. После этого Иван Страмилов доспился. С таких дел. Да, а вот гранатчики – действительно особый народ, они готовили смеси, постоянно что-то взрывалось, и у Костоправов отметки – оторвало руку по локоть, да глаз вышибен, или три пальца на правой руке, запястья нет, или ещё хуже – убит щепками. За столом что-то делал, бабахнуло, щепку убило. Ну, осколки. Да, ну и вот гранатчики спивались. Есть документы из Пушказского приказа о том, что архимандриту чудового монастыря по Павлу отправляется московский гранатчик Семён Никитин, который сошёл с ума от пьянства. Белочка! Да, да, так что… Ну, а мастера, я говорю, ни одного дела о том, что мастера XVII века спаивались я не нашёл, по крайней мере. Может, из-за какой-то особо жёсткой системы работы слишком много работали при Петре, или что? Не могу сказать пока, пока загадка, одна из загадок артиллерии. Ну, и вот большие подозрения есть, что из 269 орудий, которые отлиты после Нарвы – это вообще общее количество отлитых болванок, включая и ахульных, и криворотых, и из тех, которых стрелять немощно. Если сравнить с процентом брака XVII веком, то я примерно сравнивал, там процент брака до 10% доходил, но более 10%, как правило, не было. Лили меньше? А здесь… Нет, если даже по процентам… Я имею в виду, что так как в XVII веке лили меньше, а в XVIII при Петре стали лить заметно больше, было бы странно ждать, чтобы среднее качество не просило. Ну, сравнить 1701 год можно, наверное, с 1686, пожалуй, там пик 269 отлита при Петре, а в 86-м, по-моему, отлита то ли 120-123 орудия. В два раза. В два раза, да, примерно, можно, но всё равно. Многие говорят, многие следователи говорят о том, что Пётр в связи с преобразованиями исключил из артиллерийского парка нестандартные системы, например, те же многоствольные орудия, органы и прочие. Это не совсем так, мягко говоря. Да, это не совсем так, что… Конечно же, изготовление многоствольных орудий требовало определённых навыков, их готовили, их могли делать из обрезков ружейных стволов, могли отливать стволы, могли соединять эти бракованные стволы, обрезать и делать какие-то системы, опять-таки, всех направляю в артиллерийский музей, там эти органки есть, там такая коробка, по-моему, 110 стволов, что ли. Да, пистолеты и стволы. Такая система. Залпового огня. Да, система залпового огня. Мне там больше всего нравится колесо, на котором установлен такие корскоствольные, типа мортирок, сколько там их помещается, штук 40, наверное, или 70, не помню. А это как раз Нартовска, это уже 20-х годов 18 века. О, я о чём и говорю, это уже даже там поздний Пётр, может быть, даже уже и после Петра, может быть. И Пётр… А там, собственно, такое колесо, всё уставлено вот так по кругу, этими пушечками, и их можно было, как револьвер, развернутый не горизонтально, а вертикально и стволами в разные стороны, передвигать по кругу на оси, воспламенять эту травку и много-много раз стрелять. Известно, что Пётр в 1699 году писал Андрею Виниусу, что «а что стволы на колёсах – это самая старая мода и нигде не употребляется больше», и вот эту фразу используют как показатель того, что отказались от производства, многоствольных орудий. Да нет, вот если брать 1704-1710 годы, когда иностранные мастера представляли Петру прожекты своих орудий, которые они придумали, там был такой леметр ДСО, который столько предоставил проектов многоствольных орудий, в том числе такая батарею в один ряд из 1000 полуфунтовых пушек. О, Господи, зачем такая гадость? У нас же бесполезно и очень дорого, я полагаю. Конечно, конечно. А я помню шведские пушки в Ливрус Камарен в Токгольме, там три кожаные пушки вместе на одном лафете, я помню. Ну а вообще идея скорострельности, она будоражила умы мастеров, мастера неоднократно придумали какие-то свои особенные артсистемы. А вот я помню, при Петре Первом новая инвенция была сделана, когда на лафет к пушке маленькие мортирки ставили. А, это, скорее всего, имеется в виду орудие по образцу Корсюмина, там трёхфунтовая пушка с двумя мортирцами, это он предложил Петру такую систему. Но мы не будем забегать это вперёд, это всё-таки – уже Петровское время. Ну да. Ну, опять-таки, возвращаясь к мифам, иногда говорят, что только стараниями Брюса, Петровского сподвижника… Якова Брюса, шотландца нашего Решкала. …в 1707 году была введена артиллерийская шкала, что фактически ликвидировало разнобой, то, что он придумал шкалу, но это не совсем так. Дело в том, что шкала-то была введена… знаменитая Гартмановская шкала, она была ещё изобретена Георгом Гартманом в Нюрнберге в 1546 году. Это как раз та линейка, трёхгранная линейка, на одной грани были нанесены дюймы, на другом фактически размеры ядер в фунтах, и отметка свинцового ядра массово 1 фунт – это примерно соотносилось с 1,5 дюймами. И такая шкала была известна в России, и упоминается, так называемая «кружала» для ядер, геометрическая статья, которая в «кружалах» ведётся, упоминается в документах. И «кружала» было эталоном, по которому отливались орудия, и в наказах дьяки пушкарского приказа, когда отпускались мастерам наказа, в них указывали, что, чтобы его и сделала, та печаль вышла меру и ядром по кружалу против образца и была вычищена, высверлена, и летописаны слова против образцового письма, на той печали высечены и расконфарены. То есть… Убрасно. Да. А Брюс он вёл не Нюрнбергскую, а свою шкалу, которая была немного больше шкалы Гартмана. И, как отмечал тот же Николай Ефимович Бранденбург, известный историк артиллерии, утверждение этой официальной артеистской шкалы высочайшей санкции не последовало даже до 1737 года, а равные саму шкалу путали с Нюрнбергской, потому что существовало два вида шкалы – Нюрнбергская и Брюсовская. И по идее сбери. Вильяма Брюса, да. А орудия отливались то по одному, то по другому масштабу, и следствие этого была путаница. Те, которые делались по Нюрнбергской шкале трёхфунтовой, они могли стрелять брюссовскими трёхфунтовыми ядрами, т.е. была такая небольшая путаница. Наши больше, получается, были не лызла. Французы потом хитрость такую сделали уже в XIX веке, а в конце XVIII сделали свои фунты, которые ставили на пушке чуть-чуть буквально больше, чем, например, английские фунты, и поэтому англичане ядрами французскими стрелять не могли из одинаковых оружий. Вроде бы и там 6 фунтов, и там 6 фунтов, но французское ядро немножко больше, оно не лезет. Ну и вообще, чем интереснее ещё изучение артиллерии, вот придя в музей, потрогав ствол, изучив его, можно много чего узнать, обнаружить мятину от ядра, к примеру, на стволе. Попадание было. Попадание. Можно даже посмотреть примерно, какого размера это ядро было, поднять документы, узнать, где могло быть получено это. Почему русскую артиллерию XVI-XVII веков одна исследовательница, когда Александра Петровна Лебедянская, она защищалась в 1949 году, по-моему, она русскую артиллерию называла архив из железа и меди. Это действительно так. То есть, исследовав артиллерии, можно много узнать как про русский бестиарий, что как изображалось, что означало та или иная фигурка, отлитая на орудии – это образец искусства, литейного искусства, русского орнамента, орудия, с помощью которых брались города, Смоленск, Полоцк… Мемориальная нагрузка большая. Да-да-да. Ну и сами по себе они являются образцами как раз той самой артиллерии, которую мы, к сожалению, не так много и знаем. Это же ещё, по всему прочему, срез технологии, срез экономики, срез финансов, потому что пушки стоили дорого, их содержание стоило дорого, изготовление стоило дорого, и перевозка их тоже стоила дорого. Поэтому, я полагаю, там массу открытий чудных можно получить. Да, но, к сожалению, сейчас уровень исследований пока не доходит по сравнению с западноевропейскими. Так что ж это к сожалению значит, всё ещё впереди? Я надеюсь. Будете нас радовать. Постараемся. Ну, собственно, всё, наверное, о чём я хотел поговорить. Хорошо, познавательно. Что будем в следующий раз обсуждать? Да что-нибудь опять-таки военное, связанное с военной историей 16-17 веков, думаю, тут о русских копейщиках поговорить 17 века. Вот, копейщики интересно. Конные, пешие или те и те? Конные, конные, конечно, конные, вот, есть интересный материал. О конных это тоже интересно, я тоже некоторым образом долгое время был конный копейщик, кое-что понимаю, смогу выкрикивать не совсем глупые вставки. Поговорим. Спасибо. Вот такие у нас новости бомбардологии, ожидаем истории про конных копейщиков 17 века. На сегодня всё. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»